16% новая ключевая ставка российского центробанка. Почти на 6,5% упали акции Лукойла на дивидендном гэппе и утянули за собой весь остальной рынок. Выше 46% поднялась доля юаня на валютных торгах на Мосбирже в ноябре, но больше половины объема по-прежнему приходится на токсичные валюты. Почти на 22% взлетали акции объединенной вагонной компании на новости, что Банк Траст продал контрольный пакет профильному инвестору. Здравствуйте, меня зовут Элина Тихонова. Это «Индекс недели». Новая ставка ЦБ, укрепление рубля и пессимизм на рынке, решение ФРС США и его последствия для доллара, нефти и золота, а также план Банка России по обмену заблокированных активов и последние дни для открытия из старого типа. Напомню, что смотреть нас, а еще комментировать, задавать вопросы свои всегда можно на YouTube-канале РБК Инвестиции. Ну что, Центробанк поднял ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов до 16% годовых. Это уже пятое повышение ставки в нынешнем году. В первом полугодии, кто помнит, она составляла 7,5% и с тех пор больше, чем в два раза выросла. В своем пресс-релизе регулятор отмечает, что инфляционное давление остается высоким, как и общие темпы роста кредитования. По итогам года ЦБ ожидает инфляцию вблизи верхней границы прогнозного диапазона, то есть где-то около 7,5%. Следующее заседание Банка России пройдет 16 февраля. Со мной в студии Антон Прокудин, главный макроэкономист, управляющий компанией на госстрах инвестиций. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, консенсус аналитиков таким и был, собственно, повышение на 100 пунктов. Некоторые, правда, ожидали плюс 200 сразу. И главная надежда рынка сейчас, насколько я понимаю, что это последнее повышение, все, ставка вышла на плато, и дальше уже будет только снижаться где-то там второй половине следующего года. Аргументы в пользу именно вот такого вот сценария, они сохраняются сейчас? Да, совершенно верно, они сохраняются. Если где-то в сентябре я говорил про то, что мы ожидаем пик ставки на уровне 15-17%, то сейчас мы несколько пересмотрели инфляционный пик на 2024 год. На тот момент у нас по моделям выходило 16, сейчас уже 14,5%. Все-таки действия ЦБ имеют свой эффект, параметр М2 замедлился заметно в сентябре-октябре, и поэтому инфляция все-таки будет пониже в следующем году, хотя и не радикально. Параметр М2 замедлился за счет чего? За то, что во вклады все пошли, вот Центробанк опять об этом, например, упоминает. Прежде всего, сокращение темпов кредитования, в основном оно влияет на параметр М2. И когда мы говорили про ставку 15-17, подразумевалось, что это при пиковой инфляции в 16%, если инфляция на самом деле все-таки ниже 15% сложится, то текущий уровень процентных ставок, который установил Центральный банк, он в принципе уже достаточен для того, чтобы более-менее нормально решить задачи, которые стоят, конечно, на 4% инфляции, мы вряд ли увидим к концу 2024 года. Надеются, по крайней мере, 4-4,5% по-прежнему сохранят. Мы полагаем, что это будет позже по времени, но уровень ставок, который сейчас уже достигнут Центробанком, он вполне достаточен, и нет смысла двигать ставку дальше при таких вводных. Хочется понять, успехи-то есть уже? Видимо уже эффект от этой ставки повышенной, которая последние полгода повышена, или не видимо? Что регулятор говорит нам в свежем пресс-релизе про инфляцию? За октябрь-ноябрь, за последние два месяца, рост цен с поправкой на сезонность 10%, в пересчете на год в третьем квартале было больше, было 12,2%. Годовая инфляция снизилась до 7,1%, после 7,5% в ноябре. То есть замедление все-таки есть. Можно это считать замедлением? Когда мы говорим об инфляции год к году, то здесь замедление произойдет, наверное, только во втором квартале, начнется следующего года. Потому что текущая инфляция в районе 7 с чем-то процентов годовых. И это, естественно, и не 10, и не 12. Из-за этих высоких значений, в любом случае, годовые темпы инфляции еще будут ускоряться. Где они пройдут пик, здесь на рынке сильно разнятся ожидания, в том числе. Наши ожидания сильно отличаются от ожиданий многих других. К сожалению, все модели работают с ошибками, вопрос только, насколько сильно они ошибаются и в какую сторону. Вы упомянули фактор, который играет за сокращение темпов инфляции, сокращение денежной массы. Что за инфляцию сейчас работает? Банк России в первую очередь уже все последние месяцы называет то, что внутренний спрос по-прежнему выше, чем возможности расширения выпуска товаров и услуг. Более того, выше, чем прогнозировался бы еще в прошлом месяце. Это некое завуалированное все-таки из экономической теории понятие. А если говорить о более практических вещах, то, конечно, основным драйвером ускорения инфляции является динамика валютного курса, которая работает с лагом во времени. И поэтому валютный курс, который начал слабеть в декабре 2022 года, до показателей инфляции в основном стал добираться где-то в третьем квартале. Именно в третьем квартале мы и видели заметное ускорение инфляционных темпов. Проблема рекордно низкой безработицы, как вчера было сказано, на прямой линии, она уже ниже даже у нас 3%. Ну вот, допустим, кредитование уже замедляется, с этим вроде как почти разобрался уже регулятор. Но какие факторы, на ваш взгляд, способны охладить рынок труда, способны охладить, соответственно, внутренний спрос? К сожалению, единственным экономическим фактором, который может охладить рынок труда, является замедление динамики ОВП или вообще рецессии. Я очень надеюсь, что до этого не делал. Замедление ожидается в следующем году, но такое не очень значительное. Да, обычно на рынке труда наблюдается рост безработицы, если динамика ОВП меньше, чем плюс 1% в год. Чем ниже, чем это показатель, тем сильнее будет ускоряться уровень безработицы. Мы живем в весьма специфических условиях, с разогнанным ВПК, и это, конечно, препятствует тому, чтобы безработица росла. Так что можно сказать, что это общество процветает. Это проблема с нами надолго? Не знаю, насколько надолго. Может быть, это пройдет еще год, и ситуация начнет меняться, потому что ВПК тоже нельзя разгонять до бесконечности. Там есть некий уровень, до которого это требуется сделать, но не более того. Поэтому, может быть, через год как раз ситуация начнет меняться в лучшую сторону на рынке труда. Смотрю, прогнозы и регулятора, и аналитиков по ставке на следующий год. Ну, в основном все ожидают к концу следующего года где-то в районе 14%. В прогнозе средняя ставка, прошу прощения, средняя ставка в следующем году 14%, к концу года все-таки пониже. Прогноз Центробанка, он пока вроде бы не изменился, и 12,5-14,5, вот опять же, усредненное значение на следующий год. То есть, снижение может быть в теории таким же резким, как и подъем, чтобы выйти на такие средние уровни? Снижение может быть резким, но для этого нужны некоторые условия, которые, как мы считаем, не сложатся в течение 2024 года. Поэтому нисходящая динамика ставки, она, конечно, должна быть, просто уровень, на котором она находится, довольно высокий. И даже если ослабление валютного курса продолжится, как мы считаем в базовом сценарии в 2024 году, то нет необходимости держать ключевую ставку так высоко, потому что инфляция 2025 года все равно будет ниже, чем 2024, даже при продолжении умеренного ослабления валютного курса. Про рубль поговорим немного. Повышение ставки, насколько вообще способно отразиться на рублей, помочь ему? В моменте, на самом деле, влияние не должно быть сколь-нибудь заметным, зато на более длинном горизонте через, например, год-полтора, там, где мы ожидаем, что будет пик валютного курса, вот на этом уровне оно как раз отражается существенно, потому что чем ниже растет М2, чем ниже уровень инфляции, тем меньше должен ослабевать валютный курс для рубля. Это как раз будет позитивно, но не в моменте, а вот с тяжкого времени. То есть вы ожидаете пика валютного курса, то есть пика укрепления рубля через год-полтора? Ослабление. Пика ослабления через год-полтора. А ослабеть он начнет когда? Во второй половине тоже следующий? Он уже слабеет, этот процесс начался еще в 2022 году, и мы находимся лишь на одном из этапов. Нам говорят, что рубль сейчас рядом со своими фундаментальными значениями. Вот этот коридор ему весьма комфортен. Вот что его может вышибить из этого коридора? Опять же, Центробанк в комментарии к решению поставки отмечает, что импорт, да, несколько снизился, как все и хотели по сравнению с пиковыми значениями лета этого года, но экспорт снизился сильнее из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков энергоносителей. То есть торговый баланс у нас тоже не улучшается. Да, это основным драйвером, помимо некоторых малозначимых, основным все равно является экспорт. И значение экспорта при средних исторических ценах на наши сырьевые товары составляет чуть больше 400 миллиардов долларов. Фактически, например, во втором квартале значение экспорта в годовом выражении было где-то 450, и до 500 доходил в сентябре, а сейчас опять они начали снижаться. В условиях, например, рецессии за рубежом цены на сырьевые товары будут пониженными, и это означает, что экспорт будет даже не 400, а меньше. Составлять, если сырьевые цены действительно упадут, а когда-то они упадут. Вопрос когда, мы этого, конечно, не знаем. И основным драйвером является именно экспорт. Если экспорт сохраняется на 500 миллиардов долларов, конечно, ослабление рубля будет незначительным. Это будет, скорее всего, номинальная динамика. Если он 400, это уже заметно. И не дай бог, он окажется там 300, где он находился уже не раз в течение последних 15 лет. Если еще и к ценам на нефть, которые отрастают, но что-то не очень бодро добавятся новые санкции или ужесточение соблюдения следующих санкций. При всех таких вот водных, все-таки ваш взгляд на рубль в следующем году? Здесь все зависит, опять-таки, от того, какие же цены все-таки будут на сырьевые товары в течение года. Если, например, цены на нефть будут стабильными, на уровне 80 долларов за баррель, цены на газ скорректируются в районе 300-400, сколько они обычно составляют долларов за 1000 кубометров, и цены на сталь тоже вернутся к своим более обычным значениям, они сейчас повышены, процентов на 30-40, то в этой ситуации экспорт снижается, и валютный курс все-таки слабеет. Он в этом случае окажется чуть выше, чем 110 кубометров. Это теория, да. Я все-таки хочу из вас какой-то базовый ваш сценарий, базовый взгляд на рубль узнать. Базовый взгляд заключается в том, что курс слабеет, а не очень радикально. 100? Нет, 100 это скорее первое полугодие и первый квартал. То есть во втором еще слабее? Да, и в целом погода он будет немного слабее, чем 110, в среднем погоду. Вот так. Спасибо. На рынке ставка отразилась достаточно странным образом, на рынке акций, я имею в виду. В момент, сразу после объявления ставки, индекс Мосбиржи вдруг рванул вверх, но так не сильно и ненадолго, а потом опять ушел ниже 3000 пунктов. Вот как частному инвестору пользоваться нынешней просадкой, надо ли вообще это делать? Спросим у моего коллеги, Даниил Бабич к нам подключается. Даниил, привет. Ну да, индекс Мосбиржи опять ниже трех. Я смотрю, на твой взгляд, пора уже что-то докупать подешевевше или лучше подождать там второго, третьего дна какого-то? Ну что ж, Алина, пока речь о дне не идет. Вот, речь, скорее всего, идет о вершине, вернее о двойной вершине, вот то, что мы видим сейчас по индексу Мосбиржи. Почему мы упали ниже 3000? Здесь находится шея этой фигуры. Ну, те, кто верит в теханализ, прошу любить и жаловать. Если мы идем дальше вниз, то, соответственно, мы ее должны отработать куда-то на уровень 2700. Конечно, может все сложиться и иначе, когда наши шорты превращаются в элегантные лонги. Так часто бывает на рынке. И тогда, если мы дальше вниз не пойдем, а только проколем то, что мы сегодня сделали, этот уровень 3000, то это может превратиться, конечно, и во второе дно. И тогда можно ожидать третьего и чего угодно. Но давайте просто посмотрим правде в глаза. С лета рынок акций никуда не идет. Чтобы наши шорты превратились в элегантные лонги, нужно, чтобы на этот рынок пришли деньги. А где сейчас деньги и куда они идут? Они идут на банковские депозиты, только в Сбербанке 22 триллиона. В то время как на фондовом рынке на всем только 9. Давайте посмотрим, что происходит на долговом рынке. Вот просто для иллюстрации, это доходность пятилетних ОФЗ за последние 20 лет. Часто ли бывают у нас такие высокие ставки? Да, они бывают, но не часто. Раз в 7-8 лет. Бывает хуже, но реже. Поэтому текущая ситуация, оно окно возможностей для инвестора, который может быть не слишком активный. И может позволить себе на несколько лет запереться в двузначной ставке. Но мы-то, конечно, любим более высокую доходность. Если мы посмотрим на рынок акций, за последние 5 лет доходность там была чуть выше 4%. Это без дивидендов. Но с дивидендами она будет двузначной. Но это все равно примерно та же самая доходность, что и в долговых инструментах. Ну, плюс-минус процент. Давайте посмотрим, куда идут сейчас деньги. Я прошу показать слайд. Это просто иллюстрация. Еще два месяца назад в фондах денежного рынка было 200 тысяч инвесторов. Сейчас уже больше 300 тысяч инвесторов. Инвестиции туда выросли более чем в 10 раз. Поэтому инвесторы пока сидят в высоких доходностях и ждут хороших изменений на рынке. Это время не покупать. Время смотреть и внимательно анализировать. Покупать компании хорошие, качественные, желательно без скелетов в шкафу. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Даниил. Антон, вы согласны с вот такой вот стратегией, Даниил Бабич? Что не время сейчас покупать, а время где-нибудь пересидеть. Там в фондах денежного рынка, на депозитах, еще где-то. Потому что фонды денежного рынка сейчас явно интереснее, чем многие другие инструменты. Это очевидно, что так. Носительно фондового рынка мы не даем комментариев. Поэтому сложно сказать, момент подходящий или не подходящий. Но то, что надо быть очень аккуратным, потому что на фоне существенного роста доходности в федеральных облигациях фонда рынка, конечно, это будет чувствовать. Он уже это чувствует. Ждем существенного роста доходности в ОФЗ. И тогда это вполне себе идея. Правильно я вас понимаю? Да. Мы полагаем, что длинные ОФЗ это как раз один из самых интересных инструментов, которые можно будет купить именно на рублевом рынке. Но вот уровни доходности, там, уровень 12%, мы считаем, что это не предел возможного, а они будут еще повыше. 13-14 можно ожидать? Можно. Отлично. Давайте перейдем тогда к другому регулятору. Сейчас к американскому. Он на этой неделе тоже принял решение по ставке. Федрезерв, в отличие от нашего ЦБ, в этот раз не стал ничего менять. Ключевая ставка сохранена на уровне 5,25-5,5%. Это максимум за последние 22 года. Регулятор держит паузу уже третье заседание подряд. Ну, в общем, этот сценарий, он же был тоже самым ожидаемым. Рынок его и закладывал. Все ждали подробностей, что дальше, как смотрит на будущее ФРС. И вот Джером Пауэлл тоже не подвел. Он сказал, что дальнейший рост ставки маловероятен. И теперь в Федрезерве обсуждают, когда можно приступить к ее снижению. На ваш взгляд, на январском заседании можно уже шага вниз ждать или рано? Наверное, еще рано. Скорее, они начнут все-таки двигаться во второй половине 2024 года. И связано это с тем, что они неоднократно заявляли о том, что они сначала ждут, чтобы инфляция достигла своих целевых уровней в 2%. И только после этого они начнут ее снижать. Ну, конечно, маловероятно, что они реально будут дожидаться 2%, по крайней мере, исходя из ожиданий членов ФРС. Сейчас на конец года они ждут, ПЦЕ показатель, это аналог инфляции, где-то в 2,5% на конец 2024 года. То есть, по идее, в течение 2024 года они не должны были бы тогда снижать ставку. Но одновременно с этим они пересмотрели свои ожидания по тому, сколько будет ставка на конец 2024 года с уровня 5,1 до уровня 4,6, если не ошибаюсь. Это значит, что они все-таки предполагают, что двигаться они начнут раньше, чем инфляция достигнет 2%. Но вряд ли это будет прямо на ближайших заседаниях. Ну, то есть, вторая половина года вполне себе реально. Несколько слов буквально о состоянии, собственно, экономики в Штатах. Вот ФРС ожидает снижение темпов роста ВВП, но инфляция почти достигнет таргета к концу следующего года. Павел сказал вот так вот, инфляция снизилась со своих максимумов, это произошло без значительного роста безработицы. Мягкая просадка без глубокой рецессии. Таки удалась или рано еще радоваться, и сюрпризы в 2024 году вполне могут прилететь? Мы полагаем, что рано радоваться, потому что момент Мински никто не отменял. Это классическая ситуация, когда из-за существенного роста процентных ставок, конечно, компании какие-то окажутся вообще отрезанными от кредитования, для кого-то существенно подорожают кредиты, они вынуждены будут сокращать программу развития, сокращать персонал. Просто этот импульс от финансовых рынков до реальной экономики еще не дошел. Он обычно доходит примерно за год. И инверсию кривой доходности мы видели, если не ошибаюсь, в начале этого года. Поэтому 2024 год как раз подходящий такой период времени для того, чтобы началась рецессия. Собственно, по опросам, которые я видел, 84% генеральных директоров в Соединенных Штатах ожидают, что рецессия произойдет в 2024 году. И здесь логика вполне очевидная. Насколько глубокая она будет? Или все где-то на грани со стагнацией? В общем, не так страшно для рынков. Почему нас, собственно, это так волнует? Потому что рынки комодии с нефтью, прежде всего, нас очень волнует. Понимаю. Здесь сложно, конечно, сказать заранее, потому что нет таких хороших индикаторов, которые бы четко показывали, будет рецессия тяжелая или легкая, как это было, например, в 2001-2002 году. Но я бы обратил внимание на такой фактор, как сила изменения процентной ставки. Если программа КУИ оценить примерно в минус, эффективно, где-то в минус полтора процента по ставке Федеральной резервной системы, чем она примерно соответствовала, то получается, что шок, то есть размер изменения ставки, положительность, составляет примерно 7%. Для сравнения, к кризису 2008 года шок был чуть больше 4%, а, например, к первому-второму году шок был, мне кажется, процента 3. То есть шок существенно больше. И в этой ситуации ожидать, что в закредитованной экономике ничего страшного не случится, они легко это пройдут, я бы не стал. Знаете, я все на нефть хочу перевести. Есть такие оценки, что при умеренной рецессии в Соединенных Штатах цены на нефть обвалятся в следующем году до 60-65 долларов за баррель. Как указывает история, во время каждой рецессии цены на нефть, стали и другие сырьевые товары являются либо низкими на старте рецессии, либо они падают, причем довольно существенно. Основным драйвером для нефти скорее является непотребление в Соединенных Штатах, оно на самом деле не так уж сильно меняется с течением времени уже, а динамика в Китае. И вот если начинается рецессия в США, она, естественно, перекидывается, скорее всего, на еврозону, там уже примерно в рецессии находится, это бьет по Китаю, и вот тогда это скорее ударит по рынкам нефти, потому что, вспоминаю тоже, например, 1997 год, кризис Юго-Восточной Азии, тогда существенно довольны, в 1998 году уже сократилось потребление нефти, хотя развитые страны продолжали расти, потому что все-таки основными драйверами является транспорт и производство в развивающихся странах. Да, но 60-65 все-таки может, по вашему сценарию, дойти до такой цифры? Очень коротко. Это зависит от действий ОПЕК. Если ОПЕК не удастся договориться, будет еще хуже. Пока договариваются, по крайней мере. Чуть подробнее о том, как позиция ФРС, вообще дела в Соединенных Штатах влияют на товарные рынки, прежде всего, опять же, на нефть и на золото. Просили разобраться генерального продюсера РБК Инвестиции, Аню Кужухарь. Ань, привет. Давай с золота начнем. В предыдущей неделе оно обновляло абсолютно исторические максимумы. Дальше чего ждать? Здравствуй, Элина. На золото все это время влияли всякие нескольких противоположных сил. С одной стороны, была все-таки высокая ставка в США. С другой, нетипично высокий спрос со стороны центральных банков. И третий фактор, который, видимо, был ключевым, это всякая неопределенность, военные конфликты в мире и тому подобное. Поэтому в этом году золото вело себя нетипично. Вот при рекордранной доходности американских трежерис, оно, например, все равно продолжало расти. Более того, хотя теперь европейские страны, например, стали продавать золото, а не покупать, как это было раньше, цены все равно ушли вверх. То есть обратная реакция пошла. Тут вопрос, а как долго вот это вот странное поведение золота будет продолжаться? Выступление Паула положительно повлияло на этот драгоценный металл. Рынки интерпретировали его слова, ну, очень позитивно. Доллар уже начал снижаться против большинства основных валют. И обычно это такие идеальные условия для ралли цен на золото, в том числе, и на серебро. И вот это как раз прям совершенно обычная картина. С тем лишь обычным неточнением, что золото уже, как ты сказал, на историческом максимуме, никакого реального разворота в политике ФРС пока нет. Только некое изменение риторики, которое еще вопрос, как понимать. И пока прогноз по этому металлу на следующий год почти у всех, ну, крайне оптимистичный. Большинство аналитиков предсказывают диапазон 250-2,200 за унцию. Но есть и те, кто считает, что цена поднимется, например, до 2,300. Однозначно, если тренд на увеличение золота в международных резервах сохранится, то это будет поддерживать определенный уровень цен. А первый же реальный разворот в политике ФРС, если он произойдет, даст цены на этот металл. Ну, в моменте, по крайней мере, очень существенный импульс. Возможно, при таком сценарии спекулятивной более интересной идеей даже является серебро. Оно в такой ситуации демонстрирует обычно сходность с золотом рост. Но для спекулятивного такого подъема там есть куда больше задела, но не на максимумах. Золото дорожает, серебро дорожает. Цены на нефть вроде как начали наконец восстанавливаться после вот этого падения. Не сильно, правда, пока. Выступление главы ФРС добавило позитивных настроений на этот рынок, на твой взгляд? Ну, там действительно были еще публикации данных по запасам нефти в Соединенных Штатах. Они как-то немного снизились, все вместе добавило оптимизма. Но не исключено, что на самом деле, если вот прям такой сильной рецессии в Соединенных Штатах не будет, а будет та самая мягкая посадка, то спрос на нефть будет устойчивым. Но я напомню, что Brent все еще ниже 80 долларов за баррель. Есть много теорий о том, почему это происходит. И роботы, и заговоры американских трейдеров. Но факт остается фактом. Даже такой мощный фактор, как, например, смена риторики ФРС, цены поддержал весьма незначительно. Более того, тот рост, который есть, это просто перед заседанием цена нефти Brent опускалась почти до годового минимума. Немного неожиданным был разворот риторики, пришлось закрыть ряд коротких позиций. Но пока эффект кажется мне очень слабым, там 3% в моменте, это отскок от минимума и не более. А при этом, если говорить о прогнозах, то почти все мировые агентства все-таки по цене Brent на 2024 год прогнозы повысили. И они все-таки в диапазоне от 85 до 90 долларов за баррель, это приводило прям такие радикальные по 60. И кажется, что 85-90 выглядит реалистично, но если, конечно, не случится, например, каких-то больших шоков со стороны предложения. Есть ли настоящие рецессии еще везде? Ань, какие еще активы могут вырасти в случае разворота политики ФРС? Да, вот уже выросло. Биткоин, с чем он только не коррелирует или не коррелирует, в резонанс с главой ФРС недавно вступил. Вчера самая известная криптовалюта прибавила сразу 2 тысячи долларов и превысила отметку в 43 тысячи. Правда, сегодня цена немного снизилась. Тем не менее, вчера вышли прогнозы, причем некоторые прям куда более радикальные. Выше 80 тысяч якобы может подняться стоимость криптовалюты в следующем году. По золотую нефть прогноз, конечно, гораздо скромнее. Но, в конце концов, биткоин такой своеобразный коммодитис или не коммодитис, чтобы по нему иметь реалистичные ожидания. Поэтому хоть где-то у нас будут они фантастическими. Спасибо большое, Аня Кожухарь. Антон, можно два вопроса? Один по нефти, один по золоту. Биткоин же как-нибудь опустим. Ладно, пока в этот раз, как-нибудь потом. В российском бюджете на 2024 год цена Юрлс заложена в размере 71 доллар 30 центов за баррель. Цена от течения для бюджетного правила 60. Последнюю неделю Юрлс торгуется примерно по 63 доллара. А Международное энергетическое агентство вчера написало, что Юрлс даже ниже потолка в 60 долларов все-таки цены упали. Насколько велика опасность для нашего бюджета? Если цены на нефть будут на самом деле снижаться, то, конечно, для нашего бюджета это означает негатив. Если все-таки реализуются те сценарии, которые описывают большинство инвестиционных банков, то бюджет будет вполне приличным. На самом деле он должен быть даже в рамках базовых предположений свестись с относительно небольшим дефицитом. Значительно меньше, чем в этом году. Поэтому мы полагаем, что с дефицитом бюджета ситуация в следующем году будет как раз благоприятной. И бюджета не нужно будет сильно заимствовать на рынке федеральных облигаций. И, как обещала золото, ваш взгляд на золото. Вы согласны с теми прогнозами, которые обещают ему, там, 2 200-2 300? Это возможно. Здесь скорее вопрос горизонта времени, потому что сама по всей рецессия вынуждает существенно снижать процентные ставки. Насколько сильных и снизит ФРС в этот раз, на самом деле загадка. Потому что впервые, может быть, за 30 или 40 лет мы увидели, и американцы увидели сильный взлет инфляции. Если раньше ФРС просто снижала ставку в пол и проводила программу КУИ, будет ли в этот раз программа КУИ, будет ли ставка ноль, это вопрос открытый. И не факт, что настолько сильно будет снижена ставка для поддержки экономики. И поэтому, насколько сильно отреагирует золото, здесь мы не можем уже точно сказать. Потому что цена на золото, она на самом деле не низкая. Могла бы быть, например, в районе полутора тысяч, если бы золото полностью закладывало те высокие доходности, которые были в государственных облигациях США. Ну, золото закладывает все геополитические риски, например, много разных других факторов. Да, но геополитические риски уйдут, а доходность облигаций снизится, но это может быть значительно слабее, чем многие думают. И поэтому эффекты для золота, да, там, 2 200-2 300 на горизонте пара лет, показать, я думаю, несложно. Вот, большее вредно. Возможно. Хорошо. Спасибо большое. Антон Прокудин был с нами. Скоро вернемся, поговорим про то, как продвигаются дела с обменом наших заблокированных активов. И стоит ли успевать открывать ИИС первого или второго типа до Нового года. Это «Индекс недели». Мы продолжаем ждать первых шагов по обмену наших заблокированных активов. Центробанк на этой неделе определил порядок продажи замороженных ценных бумаг российских инвесторов нерезидентам за их деньги со счетов типа «С». Сначала правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения этих торгов, а после брокеры должны предложить клиентам подать заявки, чтобы каждая заявка была на сумму не больше 100 тысяч рублей на человека. Если все хорошо и сделка состоится, то продажа успешная, деньги поступают на счета инвесторов. Со мной в студии Дмитрий Леснов, руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я начну с цифры, которая меня на этой неделе впечатлила. По оценкам Мосбиржи, сегодня заблокировано порядка 60% фрифлот российского рынка акций. Мы знали, что много, но настолько много, я опять удивилась. Те бумаги, которые держали нерезиденты. И вот просто на секундочку можно представить, что будет, когда иностранцам разрешат из них выйти. Но пока не разрешают, пока разрешают им только докупать бумаги на те деньги, на дивиденды, купоны, которые скопились на счетах типа «С». С нашей стороны, возможность определена и почти уже предоставлена. Вот другая сторона горит желанием ею воспользоваться. Есть какие-то у вас сведения о том, что нерезиденты, да, вот они пришли и хотят? По открытым источникам мы видим, что какой-то позитивной повестки со стороны нерезидентов мы сейчас, к сожалению, не слышим. И даже их местные регуляторы утверждают о том, что к ним никто с таким предложением не выходил со стороны российской стороны. Поэтому... Нет, с российской нашей сразу сказали, мы не будем этого делать. Пусть нерезиденты сами идут ножками к своим регуляторам и там у них получают разрешение. Ну, безусловно, здесь должна быть инициатива с двух сторон. С нашей стороны мы видим четкую уже прописанную структуру, как этот обмен может выглядеть. Соответственно, мяч действительно на половине поля наших нерезидентов, которые действительно должны подготовить свою почву для того, чтобы этот обмен все-таки состоялся. Ну, пока каких-то четких сигналов о том, что какой-то регулятор кому-то разрешил что-то там обменять, нет. Да, на данный момент таких сигналов нет, но я думаю, что когда уже мы подойдем к практической реализации этой схемы, возможно, мы увидим какие-то попытки нерезидентов договориться со своими регуляторами, чтобы все-таки этот обмен состоялся. Не быстрое дело, что и говорить. И правительственная комиссия, насколько я понимаю, еще свои правила не утвердила. Например, мы не понимаем, по какой цене будет определяться стоимость заблокированных бумаг. По какой цене продавать и покупать? Да, это самый важный и интересный вопрос для всех сторон. Поэтому без понимания цен, по которым будет производиться этот обмен, действительно какие-то прогнозы и шансы на положительный и отрицательный успех делать достаточно сложно. То есть инвесторы даже пока не понимают, как мы посчитать и то количество бумаг и лотов заявить, что в 100 тысяч уложится? Можно ошибиться на рубль и твоя заявка сразу слетает? Заявка слетает и действительно это достаточно большая проблема. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим решение реализации этой проблемы. Еще из частых таких вопросов. С ИИСов в теории можно же будет продавать заблокированно? Это же не считается выводом денег, да? Это просто продажа активов, но при условии, что деньги вернутся на тот же счет. Это технически можно сделать? Технически это сделать, конечно же, можно. Вопрос в том, как Министерство налогового сбора будет трактовать данную операцию. Я думаю, что они все-таки пойдут навстречу нашим розничным инвесторам и все-таки не будут рассматривать такую сделку, как досрочное закрытие ИИС. Минфин сказал, что вот эти операции будут освобождены от каких-либо налогов, так ведь? Комиссий. От комиссий, да. От комиссий. То есть брокер не имеет права взымать за эти сделки свои комиссии. Про налогов никто не освобождает. Про налогов пока речи не было. А вот это интересно. Мы тоже будем ждать тогда разъяснений. Много клиентов к вам обращаются. Что вы сейчас говорите? Ждем, когда определится вся структура, вся схема. Мы наблюдаем достаточно большой поток вопросов со стороны наших клиентов. Действительно, все хотят уже принять участие в этом обмене. Стоит отметить, что ряд брокеров уже заранее подготовил почву и организовал возможность внутри брокера проводить сделки с заблокированными бумагами. И не биржевые. Да, в том числе и наш брокер. Поэтому у ряда клиентов-брокеров такая возможность есть. Цены, конечно же, идут с определенным дисконтом. Хочется продать с меньшим дисконтом. Да, поэтому действительно сейчас мы все в таком ожидании, когда все-таки уже будет практическая реализация этого механизма. Хорошо, ждем. Сейчас тогда давайте последнее предупреждение для тех, кто думает еще открывать ли ИИС старого типа. Ровно две недели на это осталось у нас. С января, скорее всего, ИИС первого и второго типа перестанут уже действовать. Вместо них появится новый ИИС-3, который должен объединить налоговые льготы обоих вот этих типов счетов. Госдума в трех чтениях законопроект приняла. Теперь Софьет, подпись президента. Но вот в Науфер, например, не уверена, что до конца года все-таки успеют все вот эти необходимые процедуры провести. Если ИИС-3, допустим, не запускается с 1 января, а, например, там с 1 марта, старый продолжит действовать? Или будет у нас такой момент без ИИСи? Я думаю, что брокеры подготовятся, конечно, к 1 января, если такая нормативная база будет принята. По крайней мере, заявление на трансформацию из старого типа, из типа 3 брокеры будут принимать. Возможно, какие-то ограничения на первом этапе будут возникать. Но я думаю, что в течение месяца-двух брокеры успешно справятся с поставленной задачей. И ожидаю, что в первом квартале 2024 года в полноценном виде ИИС-3 будет реализован. Брокеры-то справятся с вопросом к законодателям и к регуляторам. Ну, не к вам. Что вам нравится и что не нравится в этом ИИСе 3 типа? Знаете, мне в этом типе ИИС нравится все. Даже срок. Даже срок, да. Мы понимаем, что когда ИИС 1-2 типа запускался в январе 2015 года, была одна задача. Сейчас задача у экономики совершенно другая. Экономика нуждается в длинных деньгах. Мне кажется, задача одна, просто срок удлинился еще. Более длинных деньгах. Нет, я здесь не соглашусь. Все-таки задача немножко трансформировалась. Тогда была задача привлечь как можно больше инвесторов на рынок. И поэтому условия были максимально мягкими. Сейчас мы видим, какой колоссальный приток инвесторов мы наблюдаем на российский фондовый рынок. Поэтому сейчас задача немного другая. Удлинить тот срок нахождения денег, который обращается в экономике. Поэтому положительными моментами нового ИИС мы считаем, это комбинация налоговых вычетов, которые были присущи первому и второму типу. Второй немаловажный момент, это то, что ИИС можно иметь более чем у одного профучастника. До трех штук. До трех штук, да. Это связано в том числе с тем, что не исключены в дальнейшем какие-то санкции в отношении технических брокеров. И для того, чтобы не попадаться в ту же самую ловушку, которую мы видели в прошлом году, как раз это... Радюш, с иностранной бумаги нельзя будет покупать на ИИС третьего типа. Да, конечно. Это ограничение, которое как раз будет действовать на ИИС третьего типа. И те иностранные цены бумаги, которые раньше были доступны, сейчас они доступны не будут. Также неоспоримым преимуществом является то, что инвесторы могут досрочно закрыть ИИС без потери льгот. Но, правда, это можно сделать в особых жизненных ситуациях. В особой жизненной ситуации и в одной. Все-таки оплата дорогостоящего лечения. Обещали расширить список, в итоге до третьего чтения дошло, не расширили. Одна ситуация. Да, но мы будем работать нашим профсообществом для того, чтобы все-таки расширить такой перечень, такой список. Потому что жизненных ситуаций, особых жизненных ситуаций действительно бывает много. Мы еще несколько мнений собрали о том, стоит ли все-таки заскакивать в последний вагон уходящего поезда и открывать ИИСы старого типа еще в этом году. Давайте посмотрим. Я считаю, что если нет ИИСа, его вполне можно открыть. Потому что основное отличие – это минимальный срок действия счета для получения налоговых вычетов. В настоящее время это 3 года. После 1 января 2024 года это будет 5 лет. Поэтому те люди, которые не хотят держать словно в долгу, хотят инвестировать на срок 5 и более лет, вполне могут сейчас воспользоваться, в ближайшие 2 недели открыть ИИС на 3 года. Да, безусловно, это будет выгодно для инвестора. Во-первых, открывая счет ИИС и фондируя его на максимальную сумму 400 тысяч рублей, для того, чтобы получить налоговый вычет, то есть по типу А открываем счет, мы имеем возможность в 2023 год получить максимальный налоговый вычет 52 тысячи рублей. С одной стороны, и с другой стороны, мы с вами можем остаться либо на 3 года, сделать ИИС, как это действовало ранее, до сегодняшнего дня, либо, если ситуация меняется, получить возможность продлить его до 5 лет, то есть перейти вот в этот ИИС третьего типа. Закон сам принят 13 декабря. То есть вероятность того, что брокеры успеют сделать документы все, ну, она не очень велика. И опять же, если инвестор сомневается, что он хочет, то тогда ему можно не торопиться. А если он конкретно выбирает для себя трехлетний инвестиционный горизонт и понимает, каким типом он еще будет пользоваться, то, конечно, ему лучше ускориться. Дмитрий, старый ИИС, как мы уже сказали, можно будет трансформировать в ИИС третьего типа, там срок будет засчитываться в пределах трех лет. Вот это имеет смысл? Вот, допустим, у меня, например, что, например, правда, ИИС первого типа, которым 2,5 года. Вот не имеет смысл его ИИС третьего типа переводить? Я могу сказать, что лично я буду переводить ИИС второго типа в ИИС третьего типа и призываю наших клиентов, наших участников рынка следовать этому примеру, потому что преимуществ, которые мы сейчас имеем, их достаточно много, и я уверен, что на горизонте 5, 7, 9 лет мы увидим кратное увеличение и рост нашей экономики и наших активов. Я даже так далеко не заглядываю. Я думаю, вот о чем, что если я сейчас переведу 2,5 года, мне зачтется еще 2,5 года просидеть в ИИС-3, и я смогу получить и налоговую льготу, и на взносы, и на прибыль, которая, надеюсь, образуется. Вот понятное очень мне такое преимущество. Вот, отвечая на вопрос, с которым мы, собственно, начали, а с тот час успевает открытие ИИС-1 или ИИС-2? Тем, кто не имеет инвестиционные счета, я считаю, что сейчас самое время задуматься об открытии такого типа счета, потому что мы видим, насколько интересны сейчас и перспективны российские активы, поэтому вот сейчас, мне кажется, такая одна из немногих возможностей, которая позволяет нашим инвесторам в будущем получить хорошую доходность. Я напомню еще старый, добрый, всеми любимый лайфхак, что можно открыть там в конце декабря ИИС, завести до деньги, ничего на них не покупать, и уже в следующем году налоговую вычет все-таки получить. Но мы не будем эти лайфхаки популяризировать, мы все-таки рассчитываем на осознанного грамотного инвестора. Который покупает на индексе Мосбиржи ниже 3 тысяч. Некоторые считают, что хороший момент для входа. Спасибо вам большое. Дмитрий Леснов был в нашей студии, мы продолжаем следить за самыми важными новостями в экономике и на рынках, и каждую среду и пятницу разбираемся, как они отразятся на наших финансах. Напомню, что смотреть и комментировать, предлагать свои темы в Индекс недели всегда можно на YouTube-канале РБК Инвестиции. Редактор субтитров А.Семкин